Всем приветики-приветики! Меня зовут Настя и сегодня я начинаю снимать книжный влог. Какую же книгу я выбрала? Стивен Кинг. Голоса дракона. Ее мне подарила подруга на день рождения, оно было в марте, да и Стивена Кинга я уже давно не читала, хотя очень люблю этого автора, поэтому книга и выбрана. В книге всего лишь 286 страниц, мало, поэтому книгу почитаю быстро и, надеюсь, с удовольствием. Сейчас на улице просто чудесная погода, не жарко, я не люблю жару, но зато все цветет и пахнет, это просто прекрасно. Конечно же, я пойду прогуляюсь, выпью кофейку и почитаю книжую. Наверное, где-то половину книги прочитаю и вернусь уже к вам со своими впечатлениями о прочитанном. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Сейчас явно будет дождь и даже, скорее всего, гроза. Добавил ДimaTorzok. 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 таки эту книгу для первого знакомства, она идеально для этого подходит. Что-то еще добавить мне, честно говоря, нечего, книга очень маленькая, и здесь действительно все слишком предсказуемо, но мне все равно она нравится, я люблю Стивена Кинга, об этом я уже миллион раз сказала и еще миллион раз скажу. Пойду ее дочитать, потому что осталось мне совсем ничего, скорее всего, эмоции мои не поменяются, мне все равно книга понравится, но в ней нет ничего такого суперинтересного, необычного, у Стивена Кинга, конечно же, есть книги намного сильнее, но и эта книга неплохая, особенно для первого знакомства с автором. Ждем друзей, но пока что, с нами только котики. А я сейчас все включу, но в принципе все видно. Она, конечно, не сладенькая. За встречу получается. Получается. Все. На воду, Сычку, елкся. Блин, мне кажется, я тоже о ней мечтал. Как я и говорила, книга мне понравилась, но не вызвала каких-то прям восторгов, шока, ничего такого, просто интересная история, сказочная, все. Советую ее особенно людям, которые еще не знакомы с автором, но хотят с ним познакомиться. Почитайте «Глаза дракона». Начала читать новую книгу, о ней не буду рассказывать во влоге, просто скажу, что читаю сейчас. «Барбара Космовская. Чудесные травы». Очень красивые иллюстрации, обалденная обложка, история детская, я прочитала 50 страниц из 100. Я не специалист в детских книгах, читаю крайне редко, вообще никогда не читаю детские книги, наверное, это мой первый раз. И что могу сказать? Хорошая история, но также меня особо не впечатляет, просто, наверное, умиляет, мило и трогательно. На этом у меня все, спасибо вам большое за просмотр, до следующего видео, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok